Вот уже 14 лет в городе над Бугом работает одно уникальное предприятие – КерамАрт. Маленькое помещение, заставленное посудой разной степени готовности, освещает тусклый свет ламп. Два юноши – Паша и Миша, а также девушка Вика – занимаются каждой своим делом. Спокойные, точные движения, минимум суеты. Все молчат. Но такой отлаженный с виду механизм был не всегда. В самом начале пути Василий Борисов, директор мастерской КерамАр, столкнулся с проблемой. Многие люди с инвалидностью не хотели работать. У них есть пенсия, они научились на нее жить. От них никто ничего не требует, нет никаких обязанностей. Родители окружают их заботой, жалеют и никуда не хотят от себя отпускать. Миша и Паша пришли к нам довольно давно. Они уже работают в мастерской более 15 лет. Мы их заметили, скажем так, в вспомогательной школе. Вот Паша занимался в одном из кружков, как-то на занятии кружка я подметил вот такого небольшого роста, там худенького мальчика, но очень такого сконцентрированного на своей работе. И когда они закончили школу, у нас очень тесный контакт с вспомогательной школой, мы предложили им пройти у нас реабилитацию. Вика, немножко такая сложная история, то есть Вика к нам приходила несколько раз. Первый раз она к нам пришла сразу после школы, но как-то так не сложилось. Она проработала у нас год или два. Я обратил внимание, что как-то особой мотивации работать у нее не было. Вот не все это ей нравилось. В коллективе немножко не очень клеились отношения у нее. И второй раз она к нам пришла уже после того, как она вышла замуж, родила ребенка. Это был уже совершенно другой человек, то есть у нее была уже совершенно другая мотивация в работе. Предприятие КеромАр делает разнообразную продукцию для туристического рынка. Кружки, тарелки, магниты с кербами городов и изображениями исторических мест. Все эти товары делает необычный коллектив. В этой мастерской, которую еще называют социальным кооперативом, работают люди с инвалидностью. Для многих из них труд здесь – уникальный способ социализироваться и обеспечить себя. Мишина-мама подсказала, что тут есть такая вот возможность тут поработать. И мы сюда пришли с мамой. Так и началась профессия керамики. Для людей, чтобы им понравилось, чтобы они могли пользоваться нашими изделиями, товаром. Когда я сначала пришла, это было много лет назад. Когда я пришла, мы делали сувениры. Это было очень интересно, потому что сувениры расходились не только по всей Германии, но и за границей мне всегда казалось, что вот я делаю, например, какую-то там вот кружку, и эта кружка будет стоять у кого-то дома, ну, какое-то тепло от нас отходить, будет переходить. Я горжусь, что мы делаем такую посуду, мне она очень нравится. Бывает, иногда кто-то хочет, иногда думали заняться другим, а вышло такое. Ну, смотря, что нравится заливать-то. А что вам больше всего нравится заливать здесь? Ну, это, скорее всего, с вазами, кружками. Мастерская часто участвует в различных проектах и получает поддержку от организаторов. Это также позволяет изучать и применять новые технологии на производстве. Одним таким чудо-проектом для ребят в предновогодние рождественские дни стал масштабный заказ от предприятия «Санта». В прошлом году нам повезло. К нам обратились представители группы компании «Санта» с таким предложением. Не можем ли мы что-то предложить на новогодние подарки для сотрудников, для партнеров. Вот эта работа продолжалась очень долго. На каких-то этапах мы даже думали, что мы не попадем. То есть выберут, потому что, ну, это, я так понимаю, выбиралось на конкурсной основе. Но, в конце концов, где-то летом мы уже понимали, что нам повезло, и мы сможем принять участие в этом проекте. Были очень сжатые сроки и, ну, в общем-то, ответственность. Мы понимали, что на кону наша репутация и репутация группы компании «Санта». Поэтому было действительно очень волнительно. Мы к этому очень серьезно готовились. Ну да, было, было физически, наверное, было тяжело. Но, с другой стороны, мы были, в общем-то, очень рады, что у нас такая работа серьезная. Мы благодарим «Санту» за то, что такое крупное предприятие доверило нам сделать сувернир для своих сотрудников. Это очень приятно и важно для нас. Анастасия Мелешкиевич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Специально для программы «Итоги недели»